Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях можно считать Святой Николай. Ну, сегодня 19 декабря. Ярослав Миколаевич Москаленко избран нами, Верховную Раду. Он проходил по нашему избирательному участку, и вот сегодня он побывал в нашем городе. Ну, и мы попросили его ответить на три легких вопроса, и он согласился. Итак, вопрос первый – политический. Ярослав Миколаевич, вот все же, нужно ли было это военное положение? Нужно было его вводить? И если нужно, то зачем? И с вашей точки зрения, 26 декабря его продят или нет? Буду идти от обратного. Я надеюсь, что 26 числа военное положение закончится. На вопрос, нужно или не нужно, вот просто свежие данные. Вчера руководители фракции парламента мы встречались с Уолкером. Это представитель Соединенных Штатов Америки, ответственный за Украину. И он как раз приветствовал принятие этого военного положения. И он прямо красной чертой провел то, что для всего западного мира военное положение – это значит, в сию же минуту… Это аргументация. Да. После принятия военного положения, в сию же минуту управления страной берут военные. То, что происходит у нас, он просто сказал аплодирую, потому что вы приняли военное положение, не останавливая работу демократических институций и не задевая права граждан на свободу. И это как бы очень важно, потому что мы в этом плане показали и дали ответ Российской Федерации на то, что мы на их действия молчать не будем. Это вызвало уважение у всего мира, и они здесь, на нашей стороне. И, соответственно, сейчас идут и будут новые санкции. Санкции связаны уже непосредственно с Азовом. И это военное положение дало возможность серьезно войскам провести определенные ротации и определенные внутривоенные действия, которые, например, статья 12 этого указа, она закрыта. Потому что это связано именно с военными действиями, чего мы, простые граждане, не военные, мы и не понимаем, и нам этого и не нужно знать. То есть я, например, вчера мне из этой встречи очень понравилось то, что позиция Соединенных Штатов Америки, то, что они приветствуют, что мы сделали. Потому что вы видели, насколько это было сложно. Лично я в парламенте выступал, и мы отказывались голосовать по всей стране военное положение. Нас очень пугала статья 3, в которой, ну, там именно 12 статей Конституции, что касается права и свободы граждан Украины. Вот. Но результаты есть. С министром обороны я разговаривал, результаты есть, и они дадут отчет определенный. И история это еще оценит. Это точно не было связано ни с президентскими выборами, ни с чем. То, что пытались оппоненты президента нашей страны, Петра Алексеевича, повесить в повестке дня, что это все, чтобы перенести выборы на какие-то 30 дней. Но это все, это популизм и политическая борьба в преддверии президентской кампании. Я знаю, что вы имеете самое непосредственное отношение к тому, что Слаутича, ну, в следующем году будет дополнительная дотация на 30 миллионов гривен. Вот, с вашей точки зрения, это сложно было получить? Я понимаю, город Слаутич маленький. Я знаю, что у депутатов Верховной Рады были хотелки, ну, где-то на два дополнительных бюджета. И все-таки, вот, Слаутич получит три раза больше, чем в этом. Насколько сложно это было сделать? Знаете, очень сильно в этом плане помог вопрос прошлого года, когда практически без тепла мог остаться город Слаутич. И мне тогда пришлось серьезно работать. И, как бы, мелкими шажками я дошел до премьер-министра. И для того, чтобы решить этот вопрос с нефтегазом в части города Слаутича, ну, лично в этот вопрос включался премьер-министр Гройсман. И, как бы, он хорошо помнит весь этот конфликт, который был. И сейчас, опять же, в этом вопросе я разговаривал лично с ним. И, как бы, аргументировал и документами, и ситуацией, с которой город Слаутич живет. И, с другой стороны, показывал наши достижения, что какой Слаутич молодец, какое идет развитие, какие школы, какие садики. И все это может быть, востоит вопрос частичного закрытия, если не будет. Естественно, мы просили 50 миллионов, остановились на 30. Сложно это было с бюджетным комитетом и в парламенте. Ну и, честно говоря, там все методы были хороши, и шантаж в том числе, что мы не будем голосовать, то есть группа, которой я руковожу в парламенте, без нас вряд ли бы хватило голосов на бюджет. То есть ребята, мои коллеги меня поддержали в вопросе Слаутича, и вот нашли компромиссный вариант 30 миллионов на инфраструктуру города Слаутич. Я считаю, это победа, и это не только за этот год говорится, это в перспективе, как бы, не думаю, что какой-то премьер или какой-то там последующий бюджетный комитет сможет уже понизить эту цифру, потому что она уже есть, и она уже у нас точно ниже никогда не будет. Вы, наверное, знаете, что у нас в Слаутиче были достаточно серьезные проблемы с медициной, было определенное недоверие к админоаппарату нашей медицины. Вот сейчас избран новый главный врач, ему люди доверяют, но такие, в общем-то, возникают проблемы, достаточно большие сложности, и депутаты этим вопросом занимались. И сейчас будет передача в новую медицину, новая городская больница у нас будет. Вот если понадобится помощь этому человеку, которому, как бы, доверяют Слаутичане, можно будет опираться на ваше плечо, плечо народного депутата? Ну, сегодняшняя ситуация, он, конечно, заложник ситуации, новый руководитель, и, естественно, ему нужно помогать. И это и в целом, и в конкретных вопросах. У нас сейчас, ну, наверное, одна из сложнейших реформ, это реформа медицины. Вот. И, ну, мы сейчас вот с мэром ехали в машине, на эту тему разговаривали. Здесь нужно максимально использовать и меня в том числе для того, чтобы, как бы, получать определенные субвенции медицинские и на социально-экономическое развитие города в части реформы в самом городе медицины. И это касается и оборудования, и строительства качественно новой больницы, энергоэффективной, все, мы же эту махину не выдержим, а государство его дальше отказывается финансировать. Это раз. Вот. То есть, и мы должны здесь идти, по-любому искать софинансирование для того, чтобы сэкономить максимально свои деньги. Ну, и у нас есть 10% от строительства ЦВАП, которые в зоне. Их нужно тоже правильно использовать. Я предложил мэру, нужно делать круглый стол. Первым вопросом должно быть медицина, вторым образование. Потому что тот список мероприятий в связи с этими деньгами, которые я видел, это мы зашиваем дырки. Их тоже нужно, их тоже много. Их тоже на первом этапе, наверное, и нужно. Но нужно использовать и в правильном направлении. Это не менее миллиарда гривен. Вот, пожалуйста, медицина. Один из вопросов. Миллиарда, часть денег взять отсюда. 50% хотя бы получить госфинансирование, какую-то субвенцию, на оборудование. Областные программы смотреть, какие работают. И из этих программ часть на себя. Ну, вот это и есть работа и народного депутата, и органов местного самоуправления. И защищать, и отстаивать свои интересы. И получать поддержку серьезную центральных органов власти. И вопрос из области культуры. В этом году проходил фестиваль, юбилейный фестиваль, 25-я ЗОСИ. И вы привезли шикарный концерт. Вот с точки зрения многих славучан, он уходит в тройку самых лучших и самых мощных концертов за всю историю ЗОСИ. Концерт замечательный, посвящается детям. И дети выступали, и звезды. Вы серьезно переходите на продюсерскую деятельность. И в будущем будете также продюсировать и заниматься подобными вещами. Или таких концертов больше не будет. Будут еще в Славутище концерты на фестивале ЗОСИ от продюсера Москаленко? Это не совсем продюсерская деятельность. То есть я... Пришла идея, я основал фестиваль «Я скраве, дети, Украин». Да, мы вот уже у нас второй сезон, уже более 20 тысяч детей приняли участие в этом фестивале. Это меня очень сильно вдохновляет. И как бы... Мне иногда даже кажется, что я как народный депутат больше пользы приношу вот этим проектом, чем сидеть, чем нахождением своим в Раде, да? Ну, как бы... Ну, у меня подарок. Ну, это в области культуры, скажем так. Да, да, развитие культуры, да. И вот, ну, как бы, естественно, ЗОСИ – это родной мне тоже фестиваль. И как бы я с удовольствием всегда на него приезжаю, общаюсь с этими детьми. И мне хотелось им сделать подарок, потому что я реально будущее нашей страны вижу только в них. И самое лучшее вложение сегодня, которое может сделать там власть, государство – это в этих детях дать им возможность почувствовать в себе силу, уверенность и сделать их чуть-чуть другими, чем мы, да? То есть мы же видим, в каком сегодня обществе мы живем. Они должны уже жить в мире без границ. И у них должно быть много друзей. Завтра это будут связи определенные. А на сцене были уже все мои друзья, даже профессиональные музыканты. Во-первых, это детки были там из Харькова, там, из Киевской области, из Саровна. Участники фестиваля, из Славутича, участники фестиваля, победители, гранд-призеры. А и друзья мои, которые, понимаете, бизнесмены охотно подключились поддерживать этот проект, видя, насколько он искренний, и никто на этом не зарабатывает. И точно так же и профессиональные артисты, и члены жюри, которых вы видите, и те, кто поет на сцене, те, кто едет на мастер-классы этих детей. Ну, это все абсолютно на бесплатной основе, на желание людей. Мне тоже это очень сильно подкупает, что столько людей поддерживают этот проект. И вот люди, которые приехали в Славутич, они все приехали искренне поздравить Славутич на мое предложение. И поэтому и получился такое. Когда есть душа, тогда есть эмоции, и тогда есть праздник. Спасибо, Ярослав Николаевич. Напоминаю, в день Святого Николая у нас в гостях был депутат Верховной Рады Ярослав Москаленко.